Екатерина Андреева. Лицо русской пропаганды. Любимая медийная персона Владимира Путина. Ведь именно Екатерина уже более 20 лет ведет программу «Время» на первой главной кнопке России. Если мы работаем на государственном телевидении, мы поддерживаем государственную политику. Это априори. Мое представление о государстве совпадает с тем, что я делаю. Я не убью. Екатерина поддерживает войну в Украине. И именно в студии Первого канала, в буквальном смысле за спиной у Екатерины, случился самый резонансный антивоенный протест в России. В рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохраняется. Коллега Екатерины Андреевой Мария Овсянникова на весь мир прокричала. На русском телевидении показывают море лжи и потоки дезинформации. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяло говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Российские зрители, кажется, наконец-то узнали. Образ Украины искажается, а сюжеты часто бывают выдуманные. То, что русский зритель часто дезинформирован, подтверждает даже самая известная в России ведущая. Та самая Екатерина Андреева. Вы проверяете сообщение, которое вам приходит? По сообщениям источника, мы вот это выдаем. То есть некогда. И говорим, да, просто некуда проверить. За кремлевскую пропаганду Первый канал каждый год получает субсидии на миллиарды рублей. Вы только представьте, бюджет главного федерального канала превышает бюджеты российских городов-стотысячников. Куда же идут деньги налогоплательщиков? Обожаю завтраки в Африке. Сейчас посмотрим, что тут для нас приготовили. Екатерина Андреева – одна из главных статей расходов. Ведь на поддержку таких ведущих, как она, Кремль официально выделяет 1,4 миллиарда долларов в год. Сама же Екатерина скромно заявляет, что зарабатывает 14 тысяч долларов в месяц. И в это как-то тяжело поверить, ведь ведущая обожает роскошный образ жизни. Путешествия люкс-класса. Доброе утро. В Ленингинской пустыне все готово к пропуску шаров. На ее страницах в соцсетях одна экзотическая страна сменяет вторую. Следующая точка. Пустыня, в которой совсем по-другому. Отдых телеведущей, прямо скажем, впечатляет. Самые роскошные апартаменты. Вот здесь мои подружечки высказывают мнение, что когда у тебя такая вилла, неважно какая погода. Заведения и люксовые курорты. Вот такими моментами каждый месяц в соцсетях делится Екатерина. Пока ее зрители могут позволить себе максимум Египет раз в году. У Кати, Танзания, Мальдивы, побережье Индийского океана. Эти страны никогда не смогут себе позволить 90% россиян, которые по сути платят ей зарплату со своих налогов. Мы в прекрасном люкс-окопе наблюдаем за слонами. Стоимость таких путешествий тысячи, тысячи долларов. Вот, например, на Мальдивах телеведущая отдыхала в самом дорогостоящем отеле на побережье Индийского океана. Десять дней здесь обойдутся минимум в 10 тысяч долларов. Плачем. Новый день. Ну, это вообще хорошая традиция среди кремлевских пропагандистов. Отдыхать не в Феодосии или Сочи, а в дорогих экзотических странах. Ну, в крайнем случае, где-то в Европе, которая в их эфирах якобы загнивает. Со своих путешествий Екатерина возвращается в секретный дом на Рублевке, где самая дешевая недвижимость стартует от 2 миллионов долларов. За ее официальную зарплату такой домик, конечно же, не купишь. На редких фото из дома можно увидеть, что он обставлен как настоящий дворец. Антиквариат, натуральная мебель, дорогие ковры, большие люстры. Можно смело предположить, что декор увеличивает стоимость дома в 2-3 раза. Еще у Кати есть квартира в центре Москвы и два гражданства. Такая ярая патриотка Российской Федерации еще в 2011 году оформила себе гражданство Черногории. Что интересно, Екатерина Андреева свой путь начала с прокуратуры. Я попала в прокуратуру и действительно я с детства хотела быть силовиком, работать пожарным или эмоционером или космонавтом. Но передумала и после дикторских курсов стала работать на Останкино, где долгие годы она неизменная ведущая главной пропагандистской программы России. Вас часто называют при этом лицом пропагандой. Да. Почему так? Ну, потому что мы работаем уже не в то время, когда идут такие глобальные перемены. Вот эта как раз стабильность, она у многих ассоциируется именно с тем, что это пропаганда. На самом деле, это, конечно, не пропаганда, это просто новость. Там нет никаких оценок, нет никакого такого желания показать зрителям, нет делать его так или делать его так. Идет просто спокойная, взвешенная подача информации. Ведущая лжет даже в своих интервью. Ведь Екатерина Андреева в своей программе врала зрителям про малазийский Боинг, который был сбит российским буком с оккупированных территорий. Этот факт уже доказан в Гаакском суде. Версия о том, что Украина сбила малазийский Боинг, якобы перепутав его с Боингом президента Владимира Путина. Вот тоже один источник. Да, но здесь, смотрите, мы же новости, да, вот я работаю в прямом эфире, вдруг выходит молния. И ты вынужден реагировать на это и сообщать по сообщениям источника, ле-ле-ле-ле-ле-ле, мы вот это выдаем. Ну, то есть нет. И говорим, да, просто некуда проверить. Если мы не скажем это, например, а это окажется правдой, будет вариант, что мы пропустили эту новость. Кто-то хотел сбить Боинг президента, это, в общем, такой горячий пирожок. Екатерина Андреева полностью поддерживает скандальный закон о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации и ущемлении свобод в своей стране. Я думаю, что да. Просто нужно, я не знаю какая, но нужно на митинге запрашивать разрешение, а не непровокационно их как бы устраивать, когда тебе его не дали. Надо добиваться своих целей цивилизованным путем, не провоцировать. Теперь-то понятно, почему главный рупор Кремля любит не только тоталитарного Путина, но и фанатика, и кровожадного убийцу Сталина. Его портрет висит у Екатерины дома. Он не висит, а стоит. У меня не только его портрет, а очень много артефактов разных исторических личностей, потому что я изучаю через вещи, в том числе могу настраиваться на вибрации вот этих людей. При этом Екатерина Андреева своей ответственности за многомиллионный обман не чувствует. А ведь именно за это ей так хорошо платят. Вот сейчас я не буду обсуждать редакционную политику. Это решение принимаю не я. Пропаганда сегодня второе ядерное оружие в России. Только оно поражает самих русских.